Времени суток, уважаемые любители шахмат! С вами Максим Бекужин и сегодня мы с вами разберемся с относительной ценностью фигу. Прежде всего, давайте рассмотрим данный конспект. В нем вы сможете увидеть всю необходимую информацию по данной теме. Итак, как вы видите, конь стоит 3 пешки. Итак, если вы уже проходили десятичные дроби, то вам проще будет запомнить, что конь стоит 2,8 пешки. То есть, с одной стороны он дороже 2 пешек, с другой стороны он дешевле, чем 4 пешки. Но сказать, что конь стоит ровно 3 пешки нельзя, все же он стоит чуть меньше. Слон, как вы видите, если мы берем целые числа, он стоит также 3 пешки. Но при этом, если мы берем дробные числа, то получается 3,2 пешки. То есть, с одной стороны слон явно дороже 2 пешек, с другой стороны слон чуть-чуть проигрывает 4 пешкам. Однако, чаще всего он стоит чуть больше, чем 3 пешки. Коней и слонов принято называть легкими фигурами, потому что они стоят относительно небольшое количество пешек. Далее. Как вы видите, ладья стоит 4,5 пешки. Очень часто вы можете встретить такое мнение, что ладья стоит 5 пешек, или что ладья стоит 4 пешки. Но вот, наиболее корректно, на мой взгляд, здесь я не настаиваю на какой-то истине в последней инстанции, ладья стоит 4,5 пешки. И таким образом, если мы возьмем коня, который, как вы помните, стоит чуть меньше, чем 3 пешки, и 2 пешки, то мы получим как раз практически 4,5 пешки. Ну, там будет 4,8 пешки, чаще всего все-таки ладья сама по себе, как такая дальнобойная фигура, она, конечно, стоит коня и большое количество пешек, то есть коня и 2 пешки. А вот если мы рассмотрим слона, то слоны 2 пешки окажутся сильнее ладьи, потому что и слон дальнобойная фигура, и ладья дальнобойная фигура. Такая вот ситуация. Ферзь, самая ценная фигура на доске, стоит 9 пешек. Либо 2 ладьи, как вы понимаете, 4,5 плюс 4,5, получается 9 пешек. Либо же 3 легкие фигуры. Ладью и ферзя принято называть тяжелыми фигурами, поскольку они стоят большое количество пешек. А теперь давайте разберемся со свойствами каждой из фигур. Итак, если мы поставим белого слона на поле А1, то он сможет добраться до противоположного угла за один код. То есть важная особенность слона – это дальнобойность. А вот если мы вместо слона поставим на доску коня, то ему, чтобы добраться с поля А1 на поле А8, необходимо 6 ходов. Ну вот, например, можно провести такой маршрут. Конь с поля А1 пойдет на С2, далее на Д4, далее на Ф3, далее на Е5, на Ж6 и, наконец, на поле А8. Если же мы попробуем перевести слона белых с поля А1 на поле А1, то у нас совершенно ничего не получится, потому что слон, располагающийся на поле А1, чернопольный, а поле А1 – белое. С другой стороны, если мы поставим на поле А1 коня, то он сможет добраться до поля А1 за 5 ходов. То есть он пойдет с поля А1 на поле С2, далее на поле Е3, затем на поле Ф1, на поле Ж3 и, наконец, попадет на необходимое поле А1. Таким образом, слон относительно коня гораздо более дальнобойная фигура, а вот конь имеет преимущество над слоном в том, что он может передвигаться по клеткам разного цвета. Таким образом, у каждой из этих фигур есть свои сильные стороны, а также есть и свои слабые стороны. Ну вот, считается, что они примерно равны. А теперь давайте перейдем к следующему примеру. В данном положении белые, конечно же, находятся в довольно-таки тяжелой ситуации, поскольку каждая черная пешка – это будущий ферзь. Если одна из этих пешек дойдет до поля превращения, до которого осталось не так уж и много ходов, то, конечно же, черные смогут победить. Поэтому белым необходимо действовать предельно внимательно. С другой стороны, для того, чтобы заблокированные черные пешки смогли двигаться, черным необходимо подключить короля. А это сделать не так-то просто. На самом деле, для того, чтобы достигнуть ничьей, белым достаточно просто стоять слоном по полям b1 и d3, и черные ничего не смогут сделать. Давайте в этом убедимся. Итак, например, белые играют слон d3. Черные пытаются подключить своего короля, но иначе получается простая ничья. И начинают двигаться в сторону своей наиболее далеко продвинутой проходной пешки, а именно пешки c3. Итак, черные играют король d6. Белые отступают слоном обратно на поле c2. Черные играют король c5. Белые сразу же рубят оказавшуюся без защиты пешку e5. Черные дальше продвигаются королем. Они играют король c4, готовятся продвинуть пешку d на поле d3. Белые в ответ просто возвращаются своим королем на место. Таким образом, поле d3 защищено сразу и слоном, и королем, а это значит, что пешку продвигать невыгодно. Черные пытаются обойти препятствия белых играют король b4, но после взятия на d4 на доске получается очевидная ничья. Поскольку куда бы черный король не сходил, белые тут же рубят пешку, но одним слоном мат не поставить. А это значит, что дело закончилось миром. Итак, а теперь давайте поставим на это же самое поле коня. На самом деле оценка позиций в этом случае не меняется. Положение абсолютно ничейное. Однако способ, при помощи которого белые достигают ничью, гораздо более труден. Итак, вначале белые должны просто стоять на месте. Например, играть конь b4, черные стремятся продвинуть короля вперед, играют король d6, белые возвращаются конем обратно, конь c2. Итак, черный король встал на поле c5. Теперь, конечно же, рубить пешку e5 нельзя, потому что в этом случае черные продвигают свои пешки вперед, играют d4 на d3, и партия очень быстро заканчивается победой черных, поскольку пешки просто-напросто проходят во ферзи. Поэтому белые для того, чтобы заблокировать вражеские пешки, играют конь e1. И как только черный король встает на поле c4, следует неожиданный и очень сильный ход, конь d3. Сила его в том, что сейчас белые готовы уничтожить пешку e5, не просто так, а поставив шах черному королю. Далее, воспользовавшись тем временем, которое нужно потратить черным на отступление своего короля, белые вернутся своим конем на место, на поле d3, и таким образом остановят пешку черных, которая грозит стать ферзью. Поэтому черные играют король b3, заранее выходят из-под шаха. Несмотря на это, белые все равно рубят пешку на e5, и на продвижении черной пешки c возвращаются конем на место. Получилось то же самое. На ход королю на поле c3, белые просто держат конем в поле превращения черной пешки, и на продвижении короля на поле d2 возвращаются конем обратно. Если черные превращают свою пешку, белые просто рубят ферзя, и на взятии коня забирают пешку d4. И, наконец, последнее важное отличие слонов от коней заключается в том, что если у вас останется два слона против одинокого короля соперника, то вы с легкостью сможете поставить ему мат. Способ постановки мата довольно-таки простой. Если же у вас останется конь со слоном, то способ постановки мата будет гораздо сложнее. Но все-таки мат будет возможен, поскольку вражеского короля можно загнать в угол. Хотя это не так и просто. А вот если у вас останутся два коня, то это типичная ничья, поскольку вражеского короля просто-напросто не удастся загнать в угол. Если бы удалось загнать в угол, то мат в принципе возможен. Но так как в угол его загнать нельзя, если он сам туда не пойдет, то получается, что данное положение ничейно. А теперь давайте перейдем к основным свойствам тяжелых фигур. Ну так как тяжелые фигуры чаще всего ходят по прямым линиям, только ферзь может по диагонали ходить, а также фигуры это довольно-таки дальнобойные, то обычно с пешками такие фигуры справляются очень легко. И скажем, если мы поставим против одной ладьи 5 пешек на начальной позиции, то ладья, конечно же, с легкостью с этими пешками справится. Просто зайдет позади них и срубит их поочередно. А вот если пешки будут близки к полю превращения, то тогда даже двух пешек достаточно, чтобы справиться с вражеской ладью. Как вот в данном примере, где каждая из белых пешек готова стать ферзем. Буквально через пару ходов. Как бы черные не старались, остановить эти пешки они, к сожалению, не могут. Ну вот, например, дадим очередь хода черным и сходим ладьей на поле c3. Атакуем белую проходную пешку сзади. Все по науке, так и нужно делать это. Этот ход считается сильнейшим, но тем не менее, пешка движется вперед. И теперь, как бы ни играли черные, ну вот, к примеру, ладья c6, белые продвигают следующую пешку, b7. Все, что остается сделать черным, это уничтожить пешку c, сыграть ладья бьется 7. Но теперь пешка b становится ферзем, и материальное преимущество переходит на сторону белых. Их позиция становится выигранной. Если мы рассмотрим ситуацию, в которой у одной из сторон оказался ферзь против ладьи, то даже несмотря на крайне неудачное расположение черного ферзя, все равно при своем ходе черные с легкостью побеждают. Очень важно сделать правильный ход. Это ход ферзь h1. Таким образом, черный ферзь держит под контролем поле a8, не допускает вражескую ладью до этого поля, то есть мат черному королю поставить уже не удастся. А это значит, что в дальнейшем вражеский король и ладья будут оттеснены друг от друга, и ладья неизбежно будет потеряна. А вот если черным добавить пешку на поле e4, то данная позиция будет выиграна уже за белых, поскольку теперь ход ферзь h1 бессмысленен, поскольку пешка e4 перекрывает ферзью доступ к полю a8, и белые тут же могут поставить мат, сыграв ладья a8. Поэтому черные во измежении худшего обязаны играть король f8, таким образом убегая королем из опасной зоны. Белые ставят шах ладьей, ладья a8. Король должен уходить на поле e7. Это единственная свободная клетка. Далее белые забирают ферзи. И как вы видите, у черных осталась только одна пешечка, которая, конечно же, не успеет добраться до поля превращения. Например, после хода e4 на e3, белые свободно ставят ладью на поле h3, атакуют черную пешку. Если же пешка двигается дальше, e3 на e2, белые ходят ладья e3 шах и одновременно атакуют черную пешку. После неизбежного и вынужденного отступления черного короля, черная пешка теряется и белые с легкостью побеждают. Данная тема очень непроста для понимания, поэтому сегодня я дам вам целых пять заданий для самостоятельного изучения. Итак, переходим к рубрике «Проверь себя». Итак, в первом задании вам необходимо было определить, какая из сторон и в какую сторону можно тракировать, а в какую не можно. Итак, давайте начнем с белых. Белый король спокойно может пойти на поле f1, также спокойно может пойти на поле g1. Ладья стоит на начальной позиции на поле h1, то есть изначальная посылка, она никуда не ходила. Единственная сложность короткой рокировки, которая может у нас возникнуть, заключается в том, что белопольный слон черных атаковал белую королевскую ладью. Однако, как вы знаете, ладья может ходить под бой, то есть правилами ей не запрещено это делать, а это значит, что короткая рокировка белых вполне себе возможна. Как вы видите, программа уверенно дает нам такую возможность сделать рокировку в короткую сторону. Теперь давайте посмотрим, что происходит с рокировкой в длинную сторону у белых. Итак, белый король сможет пройти на поле d1, также свободен проход на поле c1. Ни одной из белых фигур не стоит на полях продвижения короля или ладьи. Ладья стоит на начальной позиции, то есть направленной. Единственной трудностью при длинной рокировке служит тот факт, что черный конь атаковал поле b1. Но, как вы прекрасно понимаете, король до поля b1 не доходит. Ему важно пройти через поля d1 и c1. Через поле b1 идет ладья, но так как правилами разрешено ставить ладью под бой, значит длинная рокировка точно так же возможна. И, как вы видите, программа вполне разрешает нам ее сделать. Теперь давайте посмотрим, что происходит с черным королем. Может ли он рокировать в какую-либо из сторон. Давайте начнем с короткой рокировки. Итак, черному королю доступно поле f8. А вот поле g8 атаковано белопольным слоном белым. Значит, короткая рокировка черных невозможна. Можно даже не пытаться им поддвинуть короля. Как вы видите, ничего не получается. Программа свистит, говорит нам о том, что нельзя этого делать. Данный ход невозможно. Итак, давайте тогда посмотрим, как обстоят дела с длинной рокировкой черных. И вот здесь уже первое поле d8 атаковано чернопольным слоном белых. А это значит, что черные не могут сделать ни короткую, ни длинную рокировку. А белые могут сделать любую рокировку, какую захотят. Давайте перейдем к следующему примеру. В данном положении вам предлагалось лишить вражеского короля, то есть черного короля, возможности рокировать. Самый простой и радикальный путь заключается в жертве слона. Белые прямо сейчас могут отдать слона за пешку. Таким образом, сразу же атаковать черного короля. Как вы видите, никто кроме черного короля, белого слона не атакует. Это значит, что слона придется рубить именно королем. И таким образом король лишается рокировки. Но, как вы уже знаете, слон стоит целых 3 пешки. И поэтому отдавать его всего лишь за одну пешечку, конечно же, невыгодно белому. Поэтому давайте попробуем поискать другой путь. Более эффективным путем является ход слона 3. Таким образом, белые не только выводят в бой еще одну боевую единицу, то есть чернокольного слона, но и также захватывают одно из полей, по которым должен пройти черный король. Это поле f8. Таким образом, черный король лишен короткой рокировки. А если черные захотят подготовить длинную рокировку, начнут развитие ферзьевого фланга сыграет. Ну, к примеру, слон на g4. То у белых есть замечательный ответ. Ферзь b3. Таким образом, ферзь вместе со слоном атакует пешку f7. И если черные, к примеру, захотят срубить белого коня на поле f3, то белые очень быстро объявят мат. Вначале срубят пешку на f7 с шахом. Теперь уже слон под защитой ферзя. Это значит, что срубить его не удастся. А после отступления короля на поле d7, напомню вам, что чернопольный слон контролирует многие клетки, по которым мог бы ходить черный король, то теперь белые с легкостью ставят мат. При помощи хода f6. Ферзь e6. Как вы видите, появилась даже табличка мат. Ферзь такова. Черного короля. Закрыл поле c8. Слон закрыл еще множество клеток. Таким образом, король оказался в коробочке. Также здесь немалую роль сыграли фигуры черных. Как вы видите, лишать короля рокировки бывает очень даже выгодно. Да, ферзи рубить нельзя, потому что его защищает белопольный слон. Итак, а теперь давайте перейдем к сегодняшним заданиям. Пример номер один. Как вы видите, на доске нестандартное материальное соотношение. Вашей задачей является установить, на чьей же стороне находится материальное преимущество. То есть, чьи фигуры сильнее. Пример номер два. Как вы видите, несомненное материальное преимущество находится на стороне черных, поскольку у них конь, который стоит целых три пешки, против всего лишь одной пешечки белых. Вопрос вам такой. Может ли белая пешка проскочить во ферзи? И таким образом отдать материальное преимущество белым. Задание номер три. Установите, на чьей стороне преимущество? На стороне белых, у которых пять пешек, либо же на стороне черных, у которых есть ладья. Задание четыре. В данном положении ход черных. Как вы видите, белая пешка уже готова стать ферзем. И если бы она смогла превратиться, то положение было бы совершенно равным. Но так как очередь хода сейчас за черными, то возможно у черных есть путь к победе. В вашем задании является установить, есть ли у черных возможность бороться за преимущество или даже за победу. И, наконец, задание номер пять. В данном положении ход белых. Как вы видите, белому королю объявлен шах. Однако прямо сейчас белые могут сделать какой-то очень сильный ход, который тут же приведет партию к ничьей и выровняет материальное соотношение. Подумайте, что же это за такой сильный ход? С вами был Максим Бекужин. Играйте в шахматы с удовольствием. Совершенствуйте свое мастерство. Выигрывайте партии. Успехов вам!